Привет, друзья! Прямо сейчас ты узнаешь новую историю о том, как первый президент России Борис Ельцин чуть было не угнал автомобиль. А после выпуска тебя что-то ждет на десерт. Так что смотри до конца. Нет, с Борисом Николаевичем, да, мы соседи были на одной улице жили, на одной лечной площадке. Хороший, нормальный мужик. И помню, когда у него Горбачев забрал чайку, а он не знал об этом. У нас были одинаковые ГАЗ-14 у меня и ГАЗ-14 у него. Он был заместителем министра строительства СССР, Росстроя, Гостроя СССР. И он спустился вниз и сел в чайку, но только не в свою, а в мою. И говорит, поехали на работу. А мой водитель увидел, что сел Борис Николаевич Ельцин, решил, что надо везти его все равно. И вот он поехал, он говорит, о, а где же Саша? Он говорит, да Саши нету. Борис Николаевич, вашу машину забрали, вот эта машина Андрея Райзина. Ой, так неудобно, но он сказал вас отвезти. И я выхожу, нету машины. Думаю, куда делать машина? Нету машины, тогда мобильной связи не было, телефонов не было. Подумал, никогда Сергей не опаздывал. Никогда в жизни он не мог опоздать. И пошел наверх, потом через полчаса я спустился, стоит машина. Я говорю, Сережа, что случилось? Говорит, Борис Николаевич перепутал. Вот, я ему объяснил, что у него забрали машину, но высаживать его не стал, а довез его до Росстроя. На улице, где Большая Дмитровка, где сейчас Совет Федерации сидит. Он говорит, Сережа, ну ты молодец, спасибо, выучил хоть этого. Он говорит, ну ему было очень неудобно, но я сказал, Андрей Александрович приказал. Ну а сейчас обещаный десерт. Хочешь получить такую мышку в подарок? Тогда подпишитесь на канал, нажми на колокольчик и оставь комментарий. С помощью родовного приложения мы определим победителя и вышлем этот приз тебе домой. Всем пока, с вами был Виталий Ксавкин.